Достаточно хороший первый тайм, с хорошим контролем, с завершением порадовал. Первый тайм имели полное преимущество, второй, немножко сбились на сумбур, перестали четко выходить из обороны в атаку, прижались немножко к своим воротам, дали сопернику возможность навесами немножко держать напряжение. Ну и, конечно, пенальти Фантом, который был высосан из пальца, то же самое он сыграл свою роль, в один мяч, как говорится, разница, и здесь уже пошла игра меру. Ну, рад, что добились победы, рад, что продолжаем борьбу за четвертое место, и благодарим ребятам, наверное, скажу так, за стойкость, которую они сегодня проявили. Ну, тяжело, конечно, которую игру начинаем с того, что даем фору сопернику, совершаем какие-то, ну, просто необъяснимые ошибки в обороне. Ну, тем не менее, тем не менее, второй тайм внушил в меня оптимизм, характер у команды есть, старались спасти игру, видать это издержки молодости и новой команды, так сказать. Ну, по-другому я не могу объяснить ошибки с Созановичей. Ну, вроде игрок сборной. Но, тем не менее, наверное, нам надо это пережить и смотреть в будущее, двигаться дальше. Наверное, надо нам через это пройти, ничего не сделать. То есть, хотя, повторюсь, безусловно, тренерам это, на это смотреть, конечно, крайне тяжело. Тренеры тоже испытывают огромное перенапряжение. У нас, например, в тренерском штабе выпал один человек, Яночкин попал в больницу. Поэтому, ну, надо, наверное, идти дальше, и все, чтобы работать и двигаться дальше. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. В английской вероятности, Иван Николаевич, что вы так эмоционально в середине первого тайма высказывали на коробке и даже доносилось, что что-то занесете в круто-корд? Я оставлю это между мной и резервным арбитром. Я не хочу выносить. Есть инспектор, который все это должен оценить. Не буду ни о чем говорить. Есть еще вопросы, пожалуйста. Алексей Александрович, прошлый мочек Динамо мы провели в пять защитников, так же, как и первой тайм, в нынешней мочи. Потом пошло перестроение классическое и вручительное защитование появилось в пределе. Соответственно, вы делали поближе? Дело абсолютно не в количестве защитников. Дело в их индивидуальном мастерстве. Да, мы испытываем проблемы в обороне, поэтому перестраиваем как можем, пробуем различные системы игры. Но еще раз повторюсь, что проблемы не в количестве защитников. Я их в индивидуальном мастерстве. Все-таки, если вы занимаетесь футболом и знаете историю, то изначально футбол зарождался один защитник и девять нападающих, где каждый поочередно за счет дриблинга пытался забить гол. Тем не менее, матч Шотландия-Англия 1870 года закончился с невероятным счетом. Поэтому дело не в количестве защитников, нападающих или полузащитников. А еще раз говорю, в индивидуальном мастерстве, в классе игроков. Ну, наша молодежь пока еще не совсем понимает, что это первая шестерка. И здесь такие ошибки непростительные. Есть еще вопросы? Да, не только, наверное. Все, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!